Книга «Открытым оком» 6 том. Тема канонизации. Вопрос 1505. «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нам не заповеданно греметь своими или чужими костями и определять святость людей по чудесам, творимых ими. Увы. Матфея 7, 22, 24. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» «И тогда объявлю им. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Кавычки закрыты. «Не нужно давить авторитетом смертного человека, что вот он чудотворец, прозорливый. Все это и дьявол может делать нисколько не хуже. Второе Коринфянам 11, 14. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Кавычки закрыты. «У каждой религии свои есть чудеса и не меньшие. Исход 7, 11-12, 8-18. «И призвал фараон мудрецов и чародеев. И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями. Но жезл ааронов поглотил их жезлы. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях, и на скотине». Кавычки закрыты. «Для нас главным руководством служит Библия, а не чудеса. Если поступают не по Слову Божию смертные Сергии, Серафимы, то как же с ними можно соглашаться в ущерб вере в Священное Писание? Это и преступно, и укорно для совести должно быть». Галатам 2, 11, 4, 6. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. А вкравшимся уже братьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благоествование сохранилось у вас. И в знаменитых чем-либо, какими-то бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более». Галатам 6, 5 «Ибо каждый понесет свое бремя». 1 Коринфянам 7, 23 «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». Галатам 5, 1 «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства». Галатам 5, 44 «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которую от единого Бога, а славы, которую от единого Бога, не ищите?» Кавычки закрыты. Я не просто говорю от себя, но говорю и подтверждаю всегда, только согласно Писанию Божиим. «Если не правы были Петр и Варнава, то почему бы апостолу Павлу было не противостать им и не поправить положение, если их лук вышел из борозды?» Сергий размонашил на войну схимников, и теперь презренные черносотинцы-безбожники ухватились за это, готовы убивать евреев в люльках. Разве не Сергий подал тому соблазну? И Серафимы, познав истину, уходили в леса. Это преступление против прямого указания Христа нести весть людям. Марка 16, 15 «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Кавычки закрыты. Затворничество, игра в Иордании, в разные борки, колодчики – это же все византийское юродство. Тогда твердо пошли по пути исправления подвига Христа и стали писать собственное, в кавычках, Евангелие. Кавычки закрыты. Вопреки Писанию Божию. Да кто же им-то, Прохоров и Варфоломейкам, это позволил? А все от того, что у них ни у кого не было обращения ко Христу прямо к Писанию. А все получили от той среды монастырской, как Игнатий Бринчанинов, Филарет Московский. Затворничество проигрались в пух и прах. И были и монастыри потом отняты, и их последователи вздернули, их во прихожане на дыбу. И матушки, в кавычках, «святой Руси» подол затянули на голове Кагановичи. Доигрались дедушки святые и праведные. Эпитимия В далекой Солуне безумной толпой Часчерни на власти восстала, Изверский начальника стражи городской Любимца царя растерзала. Наместник Солунский на суд не призвал виновных, Но в тайном доносе про бунт и убийство в Милан написал, Где с царственным домом своим пребывал державнейший царь Феодусии. И яростным гневом монарх воспылал, и быстро в пылу иступление, Дрожащие от гнева рукой начертал воинским властям повелением, Чтоб в город мятежный немедля послать трибуна с отборной дружиной, Всех жителей именем царским созвать, и всех истребить доедина. На стогнах народ весь Миланский стоял, был праздник великий успенья, И царь православный в сень день пожелал святое принять причащение, И сам литургию был должен свершать, епископ Миланский Амбросий, И тайных небесных даров благодать в соборе от мужа святого принять, Подобиться Мнил Феодотий. Осыпав обильно монарху весь путь ветвями, древес и цветами, На царский торжественный поезд взглянуть теснились Миланцы толпами, И ждали все долго в молчании, и вот вдруг шумом народ встрепенулся От царских палат до соборных ворот, как яркая лента, Торжественный ход блестя, и вязь потянулся, И стройной громадою всех впереди, Сомкнувшись густыми рядами, Брецая доспехом, блестая в меди, Прошли легионы с орлами, За ними, красуясь на статных конях попарно в одежде парчевой, Все в злате, сребре, самоцветных камнях, Сановники слуги царевым, и стражи его в драгоценной броне Тянулись золотой вереницей, И вот вслед за ними на белом коне, В алмазном венце в багренице, Как ясное солнце, за светлой зарей Сам царь, наконец, показался, И радостный клик, как проскат громовой, По волнам народным промчался, И звон колокольный сильней прозвучал, Вещая царя приближение, И в сонми ереев на паперь предстал епископ, Епископ во всем облачении, Подъехал весь пояс к соборным хротам, С коней свои всадники сходят, И вслед за царем по восточным коврам На паперть высокую сходят. Вот царь богомольный, склонившись к главой, Обычаю церкви послушной, Подходит к владыке с простертой рукой, Да знаменем крестным епископ святой Его осенит благодушно, Но в ужасе быстро пред ним отступив, Светитель, и взором сверкая, От Ильи, убийца, от нас возгласил, Ты душу злодейством свою осквернил, Как ирод невинных карая. И ты, дерзновенный, помыслил предстать Преджертвенник храма святаго, Чтоб страшных божественных тайн воспринять Сред кроткого стада Христовом. Как примешь ты тело, честное Христа, Десницей в крови орошенной, Как крови Господней костутся уста, Изрекший суд иступленный. Я властью мне данной решил и вязать, От церкви тебя отлучаю. Я властью мне данной решить и вязать, От церкви тебя отлучаю, Престану в молитвах тебя поминать И вход тебе в храм возбраняю. Владыка святой, так монарх возразил, В слезах и великом смущении, И царь-псалматевец убийство свершил, Но Бог милосердный его не лишил, Святой благодать и прощения. Епископ в ответ, Ты умел подражать Давиду-царю в злодеянии, Умей же, как он, Со смирением принять Тяжелый венец покаяния. И денной ночь на молитву Твори и в мыслях своих, и устами, Покорностью царственный дух свой смири, И грешное тело постом изнури, И сердце очисти слезами. Тогда-то в преддверии церкви святой Моля у прохожих прощения, Измученный, плачущий, бледный, босой, В толпе ориан с непокрытой головой Предстанешь ты здесь в унижении. Да воочию узрит в унижении Твоем Народ Твой и с ним все языки, Что царь всемогущий с последним рабом Равны перед вечным незримым судом Всевышнего мира владыки. Так гневом великим исполня, Свящал царю всенародно святитель, И грозным упреком смиренно внимал Могучий вселенной в властитель. Потупил он взоры, поникнул челом И сжалося горестным сердцем, И ужас объял, как предстрашным судом, Бесстрашную грудь самодержца. Он сбросил порфиру, снял царский венец И робкой смиренной стопою Через шумные стогны в свой пышный дворец Побрел с непокрытой головою. Как чудом небесным народ поражен, Молился и плакал в печали, И в злобе бессильной подвопли и стон Меж тем царедворцы роптали, И шумно надменной и дерзкой толпой Епископа все обступили, И ссылкой, и казнью, и вечной тюрьмой, И пыткой грозя говорили, Что сделал ты, дерзкий безумец, Как мог царю нанести оскорбление, Откуда пришел ты, нежданный пророк, Кто властью тебя непонятной облег Царям изрекать отлучение? Ты пастырь, служитель простой алтаря, Он бочь нас всем миром избранный, Тебе ли вступаться в деяния царя, Советник-учитель незваный, Скажи, как дерзнул ты в безумстве своем, Права приступив гражданина, Пред войском, народом и целым двором Судить и хорать властелина? Что станется с войском, Что скажет народ, В ком будет к властям уважение? Когда сам святитель пример подает К лицу венцинос за презрением, Опомнись, безумный, беги ты к царю, Моли всенародно прощение, Зови неотступ на его к алтарю, И даруй грехов отпущения. — К царю не пойду я, — епископ вещал, — В чем стану молить я прощения? А час вожделенный еще не настал, С главы его снять отлучение. Пускай меня кесарь на плаху пошлет По стогнам народам типящим. Пойду со смирением, Да узрит народ покорность Властям придержащим. Но знайте, Ни плаха, ни тяжесть цепей, Ни пытки ужасной мучения, Ни в силах исторнуть из груди моей Монарху грехов отпущения. Пусть срок покаяния и плача пройдет, И тяжкое бремя, проклятие, В душе обновленной слезами спадет, И церковь, как матерь, его призовет Протертые нежно объятия. И срок покаяния влачился, как век, И девять прошло полнолуний. Со дня, как властитель во гневе Изрек погибель мятежной солуни. Был праздник, но скорбью великой в сердцах Тот праздник встречали в Милане С душой сокрушенной, в печали, в слезах, Толпились на стогнах гражданин. С лицом изнуренным суровым постом Босой и полуобнаженный, Потупивши взоры свои со стыдом, Как сын-расточитель в отчетческий дом. Шел грозный властитель вселенной Принес покаяние пред храмом святых, Смирение высокого полное, И с плачем, и воплем великим за ним Стремились народные волны. Слезами и скорбью деляся с толпой, Как с нежною семьею своею Дошел он до церкви и с жадной мольбой. Во прах распорастелся пред нею, И в прах вместе с ним пред церковью пал Народ весь и бил себя в перси, И вслед за монархом к владыке взывал, Я грешник великий, спасенье взолкал, Отверзи мне двери, отверзи. И двери отверзись, как гость неземной Святитель из храма явился, Лик Божа честного любовью святой И радостью горней светился. Он поднял монарха десницы своей Из праха с слезой умилением, При радостном звоне миланских церквей И клира торжественным пением, И тайной силой небесных даров Рав Божий монарх укрепился. И церкви вселенской предочий Предотеческий кровь он с паспу Христа возвратился. И снова с главой осененой венцом При радостном крике народном Бодр духом и сердцем И светил лицом, потек по ликующим согнам. И с сонного дня архипастыр с царем, С дружа с непри, разрывно сердцами, Делились по-братски досугом, трудом И дум величавых владами. Епископ божественным словом любви И стилой отеческой власти Смерял у монарха кипящей крови И гнева порыва, и страсти. И царь, осенен благодатью святой, Весь духом любви просветился. И в блеске ином, с обновленной душой Прекрасен он в миру явился. И стал милосерд и к народам своим, И варварам полчищам диким. Епископ был церковью признан святым, А царь Феодосий судом вековым Потомство был признан великим. Б. Алмазов